Друзья, всем привет! 2 октября Хочу поговорить о медоносах Поделиться своим мнением О конкретно взятом растении Это Сильфия Пронзенно-листная Честно говоря, немного поздновато я Снимая это видео Значит, само растение уже немного так отходит Но Дело в том, что Это последний год Когда оно у меня сидит Буду от него избавляться И, пользуясь случаем, просто Поделюсь своим мнением Вот так вот выглядят оставшиеся цветочки От этого растения Чем-то похожим на топинамбур Но Такое вот Значит, почему, собственно, я ее изначально посеял Первое То есть, это как медонос Значит, в нейте много информации было О том, что Ну, чуть ли не первое место занимает по нектаропродуктивности Значит, второе Использование зеленой массы данного растения То есть Достаточно широкий Большой лист Мощные стебли То есть, идеально для компоста Там, для создания теплых грядок То есть, он и как в садоводстве И как в пчеловодстве Растение Казалось мне очень, даже и очень Хорошим Значит И Разберемся вот эти два момента Первое То есть, для получения зеленой массы Да Это значит, шикарное растение Крупный лист Можно делать до двух-трех скашиваний за сезон Но, естественно, без получения цветов Если допустить цветение То Срезая под осень Остаются только стебли сильфи Сильфи Вот можно укрывать Там, те или иные Не знаю там Я укрываю иногда розы Цветы, которые Не боятся морозов То есть Вот эти вот Обрываю И Скашиваю ее И стеблями, собственно говоря Накрываю И также Если не надо Заделываю в грядку То есть, еще раз говорю Делаю теплые Теплые грядки в парнике Идеально Для этого подходит Очень хорошее растение Но как медонос Который нам обещали Он мне не понравился Значит, почему Содержание Значит, давайте так Содержание, он очень прост Первый год Значит, идет только листва Второй год Цветение Вот, само растение Неприхотливо Значит, ну, на подкормки Органические Там, минеральные Относятся неплохо Значит, в моем случае Пробовал Последние три года Значит, и навоз И компост И залу подсыпал Ну, все идеально Хорошо растет Так же прекрасно Например, вот как Зеленый забор То есть, растение Довольно-таки высокое Оно метра Не знаю Метра два Два с половиной То есть, если густо-густо Его посадить То есть, в принципе То есть, идеально Тоже Как забор Плюс ко всему Конечно, еще и цветение Цветет он Где-то с Юля по сентябрь И довольно-таки Все-таки красиво То есть, когда Сейчас еще раз говорю Уже осень Но когда он полностью Весь цветет То есть, очень довольно-таки Красивое растение То есть, но как медонос Меня он полностью разочаровал Дело в том Что на нем Кроме шмелей Я никого За последние несколько лет Не увидел вообще Да, есть там Бывают и несколько пчел Но это не то растение Которое меня удивило У нас целые поля Там золотарника И на них даже больше пчел Хотя золотарник Не требует ухода И там растет как сорняк Все заполнит А вот за сильфией Какой-никакой Но все-таки Уход нужен Это, конечно, для моих Климатических условий Возможно, у кого-то Все иначе Но для северо-запада Вот так как есть Так и есть, собственно говоря Что планирую? Планирую Выкопать сильфию Пересадить где-то За забором Или там на полях Во врагах Ну, в общем Чтобы не пропадало растение Пусть хоть шмельки летают Ну, пусть они Собирают нектар Ну, вот Перекопать Значит, перекопать Выкопать и пересадить То есть, размножается она И семенами И вот корневыми отводками Значит, кстати Если корневыми отводками Все просто Вот, как я и говорю Выкопал и пересадил Значит, то про семена Есть небольшие нюансы Дело в том Что семена сильфии Нужна стратификация Ее можно сделать То есть, естественным путем Посадив семена под зиму А можно через рассаду Проводя вот именно Стратификацию Ну, кто смотрит Если видел на моем канале Видео Как я выращиваю кедры Из орешков Вот Именно такую стратификацию Для семян сильфии И нужно провести Сейчас вам одно местечко покажу Вот смотрите Розы сидят у меня Да И Ну, на зиму Как раз, как я говорил Укрываю стеблями сильфии И вот смотрите Что получается То есть, семена сыпятся И вот Вот это вот Это прошлогодняя Сильфия То есть Укрыл Семена опали Зиму пролежали И весной взошли Вот сходит сильфия То есть, вот это произошла Естественно, сертификация То есть, также ее можно Выкопать Куда-то пересадить Это что касаемо Вот если делать Естественным путем Ну, а если Делать это в холодильнике Что, на мой взгляд Более проще и удобнее То Говорю, это тоже Легко и сделать Так Значит, ну Если кто-то не смотрел Вкратце расскажу Как сделать Стратификацию в холодильнике То есть, положить семена Во влажную среду Это или ткань Там, или бумага И оставить на полтора месяца В холодильнике Семена я покупал В интернете Их не так Просто оказалось найти Но, тем не менее Купить Купить можно Значит Значит Положили во влажную среду Потом семена Рассадить в плошке И ждать всходов А можно Можно Даже не вытаскиваясь Из холодильника Дождаться И всходов в холодильнике Или То есть Она даже в холодильнике Будет начинать Будет сходить И вы будете так Потихонечку брать Семечку И сажать в отдельную Плошечку То есть Делать таким образом Рассаду Вот Тоже довольно-таки Легко и просто Ну Вариантов Вариантов Несколько Значит Ну вот говорю Мне как пчеловоду Это растение Не сработало И теперь буду Пробовать Ваточник Сирийский Тоже говорят Хорошее растение Прекрасный медонос Вот семян Я уже купил Все собственно говоря Познается в сравнении Посмотрим Что Будет Что из этого получится Также вот буду делать Объясную рассаду Собственно говоря Вот такие вот дела Мое такое мнение Об этом растении Не знаю Кто-то может со мной согласиться Кто-то нет Но От силисии я ожидал Большего Большего Поэтому Вот такие вот Дела Все друзья Всем удачи Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok